Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня у меня для вас не просто бюджетные находки или аналоги люкса, это настоящие фавориты, которыми я пользуюсь изо дня в день, причем это те средства, в которых самое классное соотношение цены и качества. И они будут из разных категорий. Поехали! Начнем мы с вами с ухода, потому что его сегодня будет совсем чуть-чуть, но зато какой. Это новинка от бренда CeraVe, очищающая, увлажняющая, пенящаяся масло. И когда я увидела, что оно для нормальной, сухой и склонной к отопии кожи, я подумала, это же как раз мой вариант. И вообще, в принципе, в холодное время года я всегда перехожу на что-то более деликатное, что-то, что будет сохранять мой защитный барьер кожи, при этом хорошо и эффективно очищать ее. Это средство подходит не только для лица, но и для тела, еще и для младенцев. Оно, как всегда, без всяких отдушек, без мыла. И также здесь не использованы никакие красители. Это масло очень интересное по текстуре, потому что оно не вязкое, оно не жирное, оно очень легкое. И когда ты наносишь его на лицо и потом еще добавляешь воду, оно превращается в такую легкую пену. Очень хорошо удаляется с лица, не оставляет после себя никакой жирной пленки. В составе здесь три необходимых нашей кожи церамида, также три глицериды и сквалан. Что это такое? Церамида это всегда то, что прозащитный барьер нашей кожи, а три глицериды и сквалан это те компоненты, которые входят в состав нашего естественного себума. И вот когда у вас нормальная кожа или сухая, или же склонная к атопии, у вас недостаточно этого себума, а это то, что защищает нашу кожу от потери влаги. И получается, что если вы берете жесткую умывалку, вы смываете то, чего у вас и так недостаточно, вы представляете, в каком состоянии ваша кожа. Поэтому крайне важно выбирать те средства, которые максимально бережно очищают ваше лицо и тело. Мне нравится то, что оно быстро смывается, оно не забивает поры, его на очень долго хватает. Найти можно в ближайшей аптеке или же онлайн, оно доступно везде. И еще хочу добавить, что после очищения, не то чтобы нет чувства стянутости, когда хочется на себя поскорее что-то намазать, чтобы восстановить кожу, кожа мягкая, шелковистая и даже как будто увлажненная. Я иногда использую его прямо в душе, на все сразу. Очень классная. Если у вас еще его не было, то рекомендация от души. Я вас в начале видео обманула, сказав, что это все средства, которыми я пользуюсь. У меня сегодня для вас один аромат, который мне нравится на других. Но даже когда у меня была дорогая альтернатива, я купила ее, но со временем отдала, потому что я поняла, что это для меня слишком. То ли по моему настроению, по состоянию духа, мне хочется чего-то менее привлекающего на себя внимания. Но я знаю, что есть миллионы поклонников ароматов Монталь, но только умоляю, не перебарщивайте, особенно если вы пользуетесь общественным транспортом. Есть такой аромат Интенс Кафе, и этот аромат я узнаю из тысячи. И вот когда он на ком-то, я готова идти за этим человеком, настолько я от него кайфую. Но я ощущаю его очень долго на себе, на всех вещах, на которые он случайно попал. И не дай бог мне понюхать флакончик, этот аромат остается на мне ну просто до посинения. Знаете, или я, или аромат. Просто других вариантов нет. И как-то ко мне пришла посылка от бренда Stellar. К сожалению, она затерялась, и только сейчас вот я смогла ее распаковать. И я поняла, что один аромат уж сильно напоминает мне Монталь. Если они им не вдохновлялись, то извините, оно получилось супер похоже, еще и так сильно держится. Я еще с дуру, знаете, вот так брызнула в своей небольшой комнате, где я снимаю. Я потом долго проветривала помещение, потому что он убийственно стойкий. Это Stellar, называется он Bloom Intense. Вот в такой упаковке. Мне сейчас нужно быть предельно осторожной, чтобы лишний раз не ткнуть в него носом. Слушайте, для меня это настолько похоже, что при одном вдохе я сразу поняла, что я покажу его в аналогах люкса. Я не могла ошибиться. Если вы ищете что-то похожее, вот пожалуйста, я уверена, что вам много-много раз дешевле. Это богатство пахнет однозначно цветами розы, вот так знаете, супер мощно, интенсивно. Кофе и ваниль, и амбра, и мускус, вот все такое, но гиперстойкое, ощутимое. Это вам не фантики, цветочки. То есть это аромат вот для тех, кто любит быть яркой, кто любит, чтобы на него обращали внимание, чтобы ты ушел, а все о тебе еще там полвечера помнили, потому что этот аромат заполняет все пространство. И это на любителя, и, наверное, красивее всего он раскрывается в холодное время года, когда надеваем тоже шерстяные свитера, возможно, какие-то меховые изделия, кашемировое что-то. Но вот если летом им набрызгаться, я даже не знаю, как вы сами с собой выдержите. Но, во всяком случае, я как-то на себе предпочитаю что-то полегче. А зимой он будет еще обволакивать, согревать и оставлять незабываемый шлейф. Я не знаю, как вы, но я чаще всего использую две разные пудры для фиксации макияжа на всем лице и для области под глазами, потому что у меня разные потребности. Мне крайне сложно выбрать средство для фиксации консилера. Во-первых, оно должно хорошо все удерживать, а я всегда выбираю такие увлажняющие, жирненькие консилеры. То есть, пудре со мной приходится, ой, как нелегко. Во-вторых, она не должна пересушивать кожу. В-третьих, она не должна быть заметной. В-четвертых, она должна отражать свет, но при этом, чтобы не было никаких частичек. У меня был дорогой вариант, который я покупала на протяжении, наверное, четырех лет. Это пудра от бренда Too Faced, но с ней что-то произошло или со мной. Короче, мне пришлось заняться поиском чего-то другого. И насколько же я рада, что теперь я открыла для себя совершенно недорогую пудру, которая, кстати, предназначена для области под глазами, но я иногда ее использую даже на всю Т-зону. Итак, что это такое? Польский бренд Хэан – это сатиновая пудра под глаза. Она хорошо удерживает все консилеры. Перепробовала со многими. У нее мельчайший помол, удобная упаковка. Но я, честно говоря, как-то открыла ее, и тут высыпалась больше, чем надо. Ее используем прям совсем чуть-чуть. Этого будет достаточно. И эффект вау, который она дает, это как будто рассеивание света. То есть эффект софт-фокуса, когда у тебя изглажена текстура кожи. То есть она не то, чтобы не подчеркивает морщинки, она визуально все вот так и реально сглаживает. Мне нравится то, что она не ощущается, и она не делает консилер темнее, чем иногда грешат разнообразные пудры. Но с ней тоже не нужно перебарщивать, потому что если нанести слишком много, тогда наоборот будут белые круги под глазами. Я в полном восторге. Это польский бренд Хаан. Его можно найти без проблем на мейкапе, как на российском, так и украинском. Не поверите, более бюджетный и даже более удачный аналог и в Сен-Лоран Тушекла. Когда-то, до всех этих обновлений, это был мой идеальный тональный крем. Не просто на каждый день, а на все случаи жизни. Сейчас он не такой стойкий, он не такой увлажняющий, но в нем есть вот это фирменное, красивое, дорогое свечение кожи. И ни в одном более доступном тональном креме я ничего подобного не могла найти. И тут случайно опять-таки я просматривала новинки, думаю, попробуем. Мало ли, я не ошиблась. Это тональный крем от Maybelline под названием Fit Me. И у меня версия для нормальной сухой кожи. Она как раз разглаживающая и придающая свечение коже. И это, ну если не один в один, то очень близко с Ивсен-Лоран. И при этом тональный крем от Maybelline держится очень хорошо. Вот я не должна его как-то разравнивать. Мне все равно, на что я буду его наносить. Есть у меня какие-то шелушения, нет. Он такой очень комфортный и правильный, простой в использовании. Я могу нанести его и руками, и кистью, и спонжем. И каждый раз это очень красиво. И он еще не проваливается ни в какие заломы. Он не сушит кожу в течение дня. Я вечером смываю макияж, и я не могу поверить, что это удовольствие стоило мне, ну сколько, 7 долларов я за него заплатила, или возможно даже меньше. Короче, сама себя сейчас убедила, что мне срочно нужен более светлый оттенок. Еще забыла сказать, что перекрывающая способность у него чуточку лучше, чем у Ивсен-Лоран. То есть, это уверенное среднее покрытие, которое вы при желании можете наслаивать. Бюджетная альтернатива карандашу для губ от бренда Charlotte Tilbury оттенок Pillow Talk. Насколько я недопоняла многие средства, вот настолько же я влюблена именно в цвет и в текстуру этого средства. Это тот оттенок, который освежает. Это как более яркий, такой жизнерадостный нюд с персиково-розовым цветом. Мне кажется, я могла бы накрасить вот этим карандашом всех девушек, и не было бы ни одной, кому этот оттенок не подошел бы, чего я не могу сказать о помаде. Я всегда это повторяю. Вот помаду Pillow Talk категорически не приемлю на себя. Она просто рыжая какая-то, непонятная. И вы мне писали, что оттенок карандаша от бренда NYX под названием Picaboo это полный аналог. Ну вот есть какие-то минимальные, отличительные подтоны, но это нужно прям всматриваться чуть ли не с лупой. Поэтому я могу вам сказать, что это максимально близко. И по своим свойствам этот карандаш также мне нравится. Карандаш от NYX. Он мягкий, он пигментированный, он хорошо держится. И в принципе, если бы я одну часть своего лица накрасила в Picaboo от NYX, а вторую от Charlotte Tilbury, никто бы точно не догадался. Поэтому если вы ищете что-то в вашей стороне, возможно Charlotte Tilbury не представлено, и вам интересно, как же он будет смотреться на ваших губах, я думаю, что NYX можно найти без проблем, еще и более выгодно для нашего кошелька. К сожалению, в Польше не представлен очень классный доступный бренд Seventeen. Но я искренне благодарна, что представители бренда периодически присылают мне их какие-то новинки. И вот весной у меня были их универсальные палетки для лица и для глаз, а летом у них вышла вот такая коллекция. Их там три цветовых варианта. И, честно говоря, чаще всего я использую вот эту Nude Rose. В каждой палетке есть тени для век, также бронзер и румяна. Очень здорово и удобно то, что в каждой палетке собраны разные текстуры и финиши теней. В этой, например, есть как матовые, так и сатиновые, еще как будто такие прессованные, полувлажные пигменты, что-то в этом духе. То есть это что-то, что максимально интенсивно передается на веко, буквально вот одним движением пальца, хорошо держится, не осыпается. И вот в этих тенях такие многогранные, не побоюсь этого слова, люксовые переливы. И одно дело, когда ты используешь что-то для дневного макияжа, но очень часто такие тени максимально красиво раскрываются при искусственном вечернем освещении. Я помню, что я была накрашена этой палеткой, и я что-то там копошилась в машине, глянула, я же задумалась, зачем я так накрашена, что так красиво блестит. И вспомнила, что это была вот эта палетка Seventeen. Она восхитительная! И это та цветовая гамма, которая очень хорошо освежает. То есть можно, например, использовать просто такой розово-золотистый, бронзовый, можно их между собой смешивать. Это как пыльная роза, тоже с таким золотистым бликом. Вот этот оттенок ягодный, назовем его так, здорово подчеркивает наш оттенок глаз, наш естественный цвет глаз, нашу радужку. И переходной вот этот тоже кажется таким светлым, но он хорошо прокрашивает складку века. Я в них по-настоящему влюблена. Удобный формат, все текстуры очень мягкие, шелковистые, пигментация радует. И даже напрашивается сравнение вот особенно этой палетки с Наташей Диноной. У меня есть моя любимица в номере 5, она более холодная. А это даже вот как-то и летом, и зимой, загорелая, бледная, все равно, красься в удовольствие. А если купить еще и где-то со скидкой, то это будет золотой представитель в вашей коллекции макияжа, то, чем вы будете пользоваться изо дня в день. Я тут вдруг осознала, что я уже растеряла весь свой летний загар. И все бронзеры, которые у меня были, или слишком темные, или слишком теплые. Я начала рыться в своей косметичке, и я не помню, я рассказывала вам об этом средстве или нет. Если да, то простите, если нет, то лишний раз не помешает сделать классную наводку на бюджетный продукт. На самом деле это не бронзер, это пудра от бренда Golden Rose. Их минеральная линейка. Но я предполагаю, что здесь не только минеральные компоненты, а скорее всего какая-то примесь минералов. И у меня оттенок 4. Сначала в упаковке вам может показаться, что это просто обычная пудра, и как она может выглядеть как бронзер. Но поверьте мне, что если у вас очень светлая кожа, если все бронзеры на вас рыжат, пятнят, вы не умеете их красиво нанести, все как-то смотрится неестественно, вот попробуйте, и вы точно не пожалеете. Но разве что вы любите матовые текстуры, тогда у нас с вами проблема, потому что это средство придает не только легкий оттенок, не рыжий, а прям вот так, как будто вас поцеловало солнышко. И еще и такой сатиновый финиш у этой пудры, она очень просто наносится. Я себе не представляю, как им можно напятнить, или чтобы что-то у вас с этой пудрой пошло не так. Я наношу по тем зонам, которые обычно загорают, когда я появляюсь на солнце. Это не тот бронзер, который кардинально меняет внешность, но для меня это безупречный вариант на каждый день, когда нужно подкраситься, но не так, чтобы за километр было видно. Если в течение дня я не снимаю видео, не фотографируюсь, зачастую я выбираю очень легкое естественное покрытие с таким супер влажным финишем. Это не хорошо смотрится во время видеосъемки, но на каждый день я люблю такой эффект, как будто я просто намазалась увлажняющим кремом, при этом сделала лицо, тон более равномерным. И я помню, что в конце лета где-то я покупала себе биби-крем и праймер от бренда Pupa, два в одном. Сначала я взяла во втором оттенке, и он оказался для меня слишком темным. Потом я заказала 001, при том, что я была темнее, чем обычно, более загорелая, и он хорошо мне подходил. Если у вас от природы суперсветлая кожа, то я сомневаюсь, что и тот, и другой вам подойдут. К сожалению, более светлых у нас, во всяком случае, я не нашла. И также такая информация. У нас бренд Pupa представлен в Росмане, и еще в каком-то сетевом магазине, и там такие завышенные цены, то есть в два раза дороже продают. Поэтому я все находила онлайн. Это очень-очень приятная увлажняющая формула, и он вот так как будто сливается с кожей, впитывается в нее даже, можно сказать, а не лежит поверх. За счет этого он смотрится, ну вот, настолько естественно, насколько это возможно. И при том, что у него влажный финиш, он не подчеркивает какие-то неровности. Не знаю, как это возможно, но визуально он еще сглаживает рельеф, какие-то там небольшие недостатки. Я уверена, что и для молодой кожи, и для возрастной это просто супер. Три новиночки от RELUY PRO. Это универсальное средство, которое можно использовать и на глаза, и в качестве румян, и также на губы. Но я чаще всего использую для складки века и также на щечки. Как это ни странно, мой самый любимый оттенок, вот такой яркий розовый номер 2. Но если его растушевать, он, конечно же, не такой ядреный, а я заметила, что именно такие цвета, как холодный розовый, придают такую молодость лицу, свежесть. Супер! И даже когда я была загорелой, очень красиво это выглядело. Если вы не готовы экспериментировать с такими оттенками, то есть более спокойный, такой нейтральный персиковый 01. У них настолько приятная текстура, а вот этот в номере 3 тоже кажется темным, но опять же растушевываем, и это так стильно, если еще и на губы нанести, чуть-чуть добавить в складку века, бомба. Это легкая текстура, они просто тушуются, но при этом застывают, и не мигрируют у нас никуда. Мне понравилось, я даже не ожидала, что такие оттенки настолько красиво проявят себя в качестве разных элементов нашего макияжа. И вообще я люблю белорусские бренды в том числе, и я думаю, что каждый, каждая подберет для себя какой-то оттенок, который будет подходить ей на каждый день. Это удобно, потому что у нас одно средство, забросила в косметичку, туда-сюда нанесла, и все смотрится очень гармонично, при этом просто легко и быстро. Далее у меня доступный аналог знаменитого голливудского фильтра от Шарлотты Тилбери. Это такое, не побоюсь этого слова, странное средство. Те, кто не любит сияние, вообще не понимают, для кого это создано, зачем этим пользоваться. Я же наношу или на какие-то выступающие зоны, для того, чтобы придать им свечение, причем как под тональный крем, так и поверх. То есть это или деликатный хайлайтер, или подсвечивающая база, или если тон по финишу не совсем мой, я могу смешать вот этот фильтр с каким-то более матовым или сатиновым, тогда такое glow, ну вот как все эти модели Victoria's Secret. Я приблизительно так могу это все описать, но, мягко говоря, небюджетно. То есть это Шарлотт Тилбери, и еще и не факт, что нам это понравится и подойдет. Оказывается, что у бренда Vivienne с собой есть вот такой тон, называется он Lumiere Naturel, что-то в этом духе. У меня только два оттенка, и я бы хотела даже чуточку темнее. В следующий раз буду в Украине, закажу себе на мейкапе, если он вообще существует в природе. Что это такое? Можно использовать на все лицо, что я тоже иногда делаю, если у меня нет каких-то явных неровностей, там высыпаний, и еще бог знает чего. Но иногда состояние кожи позволяет. То есть это тональный крем с жемчужным свечением. Видите, он точно не матовый, даже не сатиновый. Но если его нанести в умеренном количестве и растянуть, скрыть какие-то несовершенства корректором, то это делает нас, ну, на 5-10 лет моложе. То есть чем более матовый, вот плотный тональный крем, тем хуже мы будем в итоге выглядеть и старше. Если же для вас это слишком... Смотрите, я растянула. Вот. Это легкое покрытие, но мне такое нравится. Если для вас это too much, то опять же наносим на вот эти зоны или же подмешиваем в тональный крем. И мне также нравятся такие хайлайтеры, вот некоторые пудровые или некоторые даже втушевываются в кожу. Я имею в виду какие-то прессованные, а именно жидкие. Потому что они смотрятся так, как будто мы вот супер за собой ухаживаем, не выходим из спа-салонов, и при этом у нас вот такая сияющая кожа. А если это намазанное, то зачастую это издалека видно и не настолько естественно. Мне понравилось как на все лицо, так и остальными способами. Наношу, как я вам рассказывала. Интересно. Тем более, что это недорого. Можно пробовать, и меня такие средства вдохновляют. Очень крутой нюдовый карандаш. Это бренд Seventeen оттенок 02. Холодный такой пыльно-розовый, но он не слишком, вот знаете, с таким лиловым каким-то подтоном. То есть, это все-таки по стороне нюда, но не мертвецкого. Это так красиво выглядит с более светлыми помадами, с какими-то блесками. Это такая роскошь на губах, и он еще и гелевый, он скользит, он сразу передает пигмент на 100%. Никуда не размазывается. Вот он застыл, и все. Ты можешь быть уверена в том, что твой макияж губ останется даже после того, как выпьешь кофе, какой-то латте, съешь какую-то пироженку, контур будет с вами. И тоже часто использую вот этот карандаш с матовой помадой от Seventeen. Мой самый любимый оттенок номер 6. А вот этот 0.1 сначала напугал меня своим таким светлым оттенком. Но я раскрыла для себя весь как бы кайф использования этой помады. Главное наносить совсем чуть-чуть. То есть, я немного добавляю на губы, растушевываю поверх вот этого карандаша, и получается такой секси-нюд. При этом он не слишком светлый. У меня четко виден контур, и вот как-то два этих средства феноменально работают друг с другом. И сейчас, когда мне нужен такой стойкий нюд, я использую вот эти две находки, и смотрится очень стильно. И вот эта помада, не могу сказать, что она какая-то очень холодная или очень теплая, она нейтральная. В сочетании с вот этим карандашом одна большая любовь. Хочу похвалить и даже поругать. Вот так бывает, что есть одна линейка, но разные оттенки. Что-то нравится, а что-то терпеть не перевариваю, как говорил мой папа. Блески от бренда Maybelline. Я рассказывала о том, что для меня лично это не аналоги от Рианны, но есть красивые цвета, и они ухаживают за губами, они их увлажняют. И вот, например, третий я полностью использовала. Потом купила себе оттенок 0.2. Знаете, на что это похоже? Это как лип максимайзер, такой молочно-нюдово, чуть-чуть розоватый блеск, который делает губы еще более объемными. Но здесь нет эффекта вот этого какого-то сжения, чего-то мятного. Пахнет конфетами, и не всегда-то хочется, чтобы тебя морозило губы, особенно в холодное время года. Я уже на радостях увидела, что блески со скидкой и схватила еще и второй. Это номер 6. И в упаковке он невероятно красивый. Это как более живой нюд, такой персиковый, наверное, вот что-то в этом духе. Господи, как же он полосит. Здесь хорошая пигментация, но вот знаете, раньше были такие дешманские блески, которые ложились неровно, которые как-то скатывались в полоску, и вообще это катастрофа. Вот то же самое у меня происходит с этим блеском. Единственный способ, которым я могу использовать его, в том, что он все-таки хорошо увлажняет губы, и вот когда у меня уже подсохла какая-то матовая помада на губах, поверх, и тогда красиво действительно. Но главное, чтобы он не был слишком светлым по отношению к вашей помаде, иначе снова вот эта вот пляшилась какая-то, появляется. Ну вот почему так? Оттенок, конечно, очень красивый, но буду покупать вот этот 02 и 03. Мы постепенно, потихонечку приближаемся к концу. Понравились мне румяна от бренда Hean, называется чистый шелк. И по текстуре это действительно очень похоже. То есть они мягкие, они такие приятные, они просто наносятся. И оттенок 102 это попадание прямо в сердце. Зачастую такие стильные оттенки я находила только в палитре MAC. Я даже принесла румяна, которые мне очень сильно напоминают Hean. Да, они чуть менее интенсивные, но зато даже на светлой коже будут выглядеть гармонично. Они слишком ярко и не слишком темными, как это может быть в случае MAC. Хотя, они наносятся таким полупрозрачным слоем, и я умудрялась использовать их даже когда была максимально светлой. Это оттенок Blush Baby и Hean. Более доступная альтернатива в номере 102. Карандаш для бровей от бренда Paese. Если вы такая пшеничная блондинка, как я, цвет моих волос иногда зависит от того, какое освещение, какая камера. Но у меня теплый подтон волос, и мне нравится средство для бровей с оливковым подтоном. То есть, чтобы это не был классический холодный какой-то тауповый, но в бренде Paese такой цвет тоже представлен. Но для меня, вот как для такой блондинки, очень сложно найти нечто подобное. У меня цвет Honey Blonde, и это действительно такое, как я всегда ищу. Причем, формула у этого карандаша пудровая. На бровях они смотрятся очень по-настоящему. Вот эти карандаши, и они хорошо растушевываются, они не как воск, не жирненькие, а наоборот, прокрашиваешь, и как будто ты воспользовалась тенями. При этом у тебя более удобный формат, со второй стороны находится ершик. Я, конечно же, потеряла где-то колпачок, потому что пользуюсь им то ли с весны, то ли с лета. Я думала, что он быстрее у меня закончится, но он настолько медленно расходуется, при том, что я его купила тоже недорого. Это как бы профессиональная косметика польского производства, но у нас очень доступные цены. Я думаю, что на мейкапе на них будет более адекватная цена, а не так, как в стационарных магазинах. Я, как всегда, все ссылки и оттенки тоже напишу вам в инфобоксе. Все для вашего удобства. А возвращаясь к нашему карандашу, это как новый уровень наших бровей. Закрашены все пробелы, у него хорошая пигментация, красивые оттенки, хорошо держатся и при этом не бросаются в глаза, ну вот так, чтобы все окружение заметило, что вы нарисовали себе новые брови. Это чисто для того, чтобы усовершенствовать форму, внешний вид ваших бровей, чтобы заполнить пробелы и вообще придать им опрятный вид. И в самом конце расскажу вам о стойком тональном креме, тоже от бренда Пупа. Это Wonder Me. я сегодня им накрасилась по той причине, что у меня есть какие-то последствия моего дерматита, которые мне хотелось бы перекрыть, и я вынуждена сейчас снимать по ночам. Окрашусь или в середине дня, или с самого утра, пока что так складываются обстоятельства, но в общем мне нужно было что-то стойкое, но при этом не плотное по своей текстуре, и чтобы тоже хорошо все перекрывало. Но я как всегда как надумаю чего-то себе. И это тот тон, который очень хорошо скроет несовершенство. Он шикарно подойдет тем, у кого комбинированная кожа, также жирная, только знаете, вы с ним не зевайте, наносите его быстро, тоненьким слоем, потому что он схватывается, он застывает, он не проваливается в поры. Если вы, так как я не сидите при таком освещении еще и целый день, то он вообще будет держаться вот идеально. И сравнивая например с Estee Lauder, это более тонкое покрытие, менее травматично для вашей кожи, он как будто подстраивается под кожу, то есть он не заваливается в морщинки, в поры, но так как у меня кожа сухая, я под него наношу прям такой жирный крем, чтобы мне он не пересушивал. Готовьте кожу, если у вас очень сухая, так как у меня или обезвоженная, или атопическая кожа, вот тогда нужна или хорошая увлажняющая база, или прям питательный такой крем, а если жирная комбинированная, то поверх любого увлажняющего тоже все будет хорошо. То есть это полуматовый финиш и он стойкий, он должен за счет чего-то держаться. Вот фиксация, да, такой полуматовый финиш как раз обеспечивает идеальное покрытие и он не стирается. Если я даже надеваю маску или где-то что-то провела по лицу руками, он остается на месте. На этом у меня все. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Если узнали что-то новое, если рекомендации вам пригодились, я старалась подобрать и новинки, которые вот только появились, и что-то, что я недавно купила или открыла для себя, и чтобы это не были те средства, которые постоянно везде и у всех на суху. То есть хотела выбрать что-то вот такое от себя и что-то не заезженное. Все. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.